ну что вы готовы сегодня услышать и узнать что нового версия 1631 так что досмотрите видео до конца я вам расскажу стоит ли накатывать какие обновления как с автономностью и прочее добро пожаловать на канал пол эксперт с вами владимир друзья в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк который у меня пошел по рефералам давайте посмотрим в целом сколько мне пришло денег вот я получила 1 по 150 остальные по 50 у нас рефералы идут и где-то здесь у нас был 2 то есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке вот и второй раз пройти регистрацию и вы получаете данные денежки можете пользоваться выводить на карты без комиссии и так далее так далее очень большие преимущества кэшбэк и скидки но самое главное то что работает реферальная система и это приятно ссылки в описании под видео закрепленном комментарии друзья смотрите обстановка такая что релиз выскочил сегодня совсем нежданно негаданно и давайте я вам об автономности расскажу немножко позже почему потому что он только вышел его нужно потестить хотя бы сутки через сутки я выложу в сообществе канала или же сделаю короткое видео шурсу себя на канале как там с автономностью но скорее всего ничего там особо такого не будет потому что это баг фикса может быть и хуже потому что в 16 3 все-таки автономность очень хорошо пофиксили поэтому друзья вот как-то так а давайте приступим к обновлению что же здесь нового стройка клауда не могла реагировать на действия пользователя либо могли некорректно отображаться там список приложений использования и клауд также запросы локатора с помощью siri могли не выключаться на моделях iphone 14 iphone 14 про мизирована функция распознавания аварий вот и весь функционал друзья стоит ли вам накатывать и решать только вам если вы испытываете какое-то максимальное неудобство дискомфорт по данной версии которой вы находитесь если это ios 16 то да возможно обновитесь ради исправления каких-то ошибок но и здесь как-то критических нет сами видели здесь в принципе нововведение всего-то три на пальцах то посчитать можно и ради них стоит ли накатывать накатывает думаю не стоит по той причине даже если вы столкнулись с такими багом и там что-то у вас лайклауде не отображается думаю не стоит жертвовать автономностью потому что быть может всякое не советую пока обновляться вот сейчас 16 3 максимально стабильная в своей версии именно в 16 не обновляться и ребята те кто будете спрашивать там с ios 15 какой-либо версии стоит ли обновляться или ниже на данную версию 16 3 1 нет не нужно если у вас автономностью все хорошо не нужно если вы хотите ради каких-то фишек имейте ввиду что у вас может быть с автономностью потом все плохо потому что это 16 3 1 если на 16 3 накатываетесь автономность вроде бы ничего так что вот как-то так напоминаю вам то что есть полезные ссылочки в описании под видео закрепленном комментарии подпишитесь на мой второй youtube канал just run он точно также там есть это мото канал я думаю вам будет интересно ну и опять же напоминаю если вы все-таки по какой-то глупости накатили данную версию вас есть еще одна неделя чтобы обновиться назад на а я 16 3 будет компания apple эта прошивка еще подписываться в официально сможете назад откатиться если вы будете испытывать перенагрев вам нужно подождать всего лишь там день-два пока система оптимизируется если вы там с ниже версии на а и 16 перекатываетесь то вы можете этот процесс ускорить еще раз переустановить через эти с данную прошивку не забывайте делать резервную копию и делать жесткую перезагрузку после прошивки а и с данной версии опять же все ссылочки в описании под видео как это все делается все есть просто ныряйте ознакомлюсь и делитесь этим видео и другими с вашими друзьями близкими знакомыми дальше больше скоро увидимся